Здравствуйте, уважаемые коллеги, приветствуем всех интересующихся осетроводством на второй части веб-интенсива инкубации икры и выращивания молоди, посвященной особенностям развития оплодотворенной икры и контроля за процессом инкубации. Несколько слов о структуре веб-интенсива. Курс включает три основные части. Первая часть посвящена особенностям получения икры для рыбоводных целей и важных отличиях от процесса получения пищевой икры. Во второй, собственно, сегодняшней части основное внимание уделено биологическим особенностям зародышевого развития, то есть непосредственно процессу инкубации и контролю за его прохождением. Третья часть полностью посвящена выращиванию молоди, начиная от выдерживания предличинок. Почему важен контроль за развитием икры в процессе инкубации и что дает понимание основы эмбриогенеза хотя бы на визуальном уровне? На экране перечислены основные причины проведения такого контроля, но если в нескольких словах, то это позволяет вам, во-первых, оценить качество, заложенное на инкубацию икры и спрогнозировать выход предличинок, во-вторых, предотвратить негативное воздействие на икру на особо чувствительных стадиях и, наконец, принять своевременные меры, если что-то идет не так. Особенно это важно с учетом того, что иногда последствия нарушений в эмбриогенезе могут проявиться уже после выклева предличинок, в частности, привести к массовой гибели при переходе на активное питание. Процесс эмбриогенеза подробно описан в книгах Татьяны Александровны Детлов и учебниках по сестроводству, поэтому мы сделаем акцент именно преимущественно на визуальной составляющей, в сочетании с кратким объяснением сути процесса. Вначале пару слов о том, что нам понадобится. Прежде всего, различные мелкие инструменты. Препаровальные иглы, шпатели, пинцеты, биологические пипетки, чашки Петри. И, конечно же, в зависимости от возможностей, что-то из оптики, потому что невооруженным взглядом в принципе можно, но нужно иметь очень хорошее зрение и соответствующий опыт. Возможные варианты оптики. Идеальный вариант бинокуляр или стереомикроскоп, желательно с верхней подсветкой. Но биологическая лупа, которая позволяет зафиксировать высоту увеличительного стекла на подставке с чашкой Петри и дальше свободно работать обеими руками, тоже вполне рабочий вариант. В правой части показан вид икры через такое устройство. И, наконец, просто телефон или планшет с хорошей камерой. Современные мобильные устройства позволяют делать очень хорошие снимки, на которых отчетливо видны все детали, даже таких небольших объектов, как икринки. В правой части экрана снимок икры, сделанный телефоном. И, как мы видим, все детали хорошо различимы. Переходим непосредственно к эмбриогенезу. В периоде эмбрионального развития ситровых можно выделить два периода. Икринки и предличинки, или свободного эмбриона. Этап жизни предличинок после выклева также относят к эмбриогенезу, поскольку их развитие происходит за счет запаса питательных веществ и желточного мешка. Но на нашем сегодняшнем интенсиве мы рассматриваем только период икринки. Этот период состоит из пяти основных этапов, включающих 35 стадий. Стадии различаются по продолжительности, и при этом как длительность каждой из них, так и всего периода эмбриогенеза, или инкубации, находятся в прямой зависимости от температуры воды. В среднем же общая продолжительность инкубации составляет, как правило, 7-10 суток. Первый этап. Оплодотворение. Первые минуты после оплодотворения, за счет высвобождения яйца внутри оболочек, происходит его переворот более тяжелым вегетативным полюсом вниз, а более легким анимальным, соответственно, вверх. При этом, за счет того, что центр тяжести расположен в нижней части, если принудительно перевернуть икринку, то внутренняя часть снова повернется анимальным полюсом вверх. Также в этот период изменяется рисунок анимального полюса. Пигмент в анимальной области постепенно стягивается к центру и образует темное скопление. В результате полярное пятно исчезает или сильно уменьшается в размерах. Далее, через несколько часов, на краю анимальной области появляется светлая полоска, которая постепенно принимает вид серпа, так называемый зародышевый диск. Серп бывает различной степени яркости и выраженности. Иногда, например, у белуги он почти незаметен. По появлению зародышевого диска, можно сделать предварительный вывод о рыбоводном качестве икры. Вскоре за первым следует второй этап. Дробление. В начале этапа на поверхности икринок появляются хорошо различимые узкие полоски. Борозды деления. Первая борозда появляется в центре анимальной области и затем распространяется дальше по ее поверхности. К моменту достижения середины или экватора икринки на анимальном полюсе появляется борозда второго дробления, которая перпендикулярна первой. И таким образом, при взгляде сверху, икринка оказывается разделенной на 4 примерно равных части. 4 бластомера. На этом этапе обычно производят предварительный подсчет доли развивающихся эмбрионов, которые на сленге рыбоводов обычно называют процентом оплодотворения. Но об этом мы поговорим позже. В ходе третьего деления эти 4 бластомера также оказываются разделены и на икринке образуется характерный G-образный рисунок. Хотя они всегда отчетливо выражены, поскольку борозды дробления могут проходить под разными углами. И далее, в процессе непрерывно продолжающегося деления, можно наблюдать все большее количество бластомеров различной формы. После образования в икринке 16-32 бластомеров, между ними начинает накапливаться жидкость, образующая небольшие полости неправильной формы. Позднее, в результате их слияния, образуется одна, наполненная жидкостью полость дробления, размеры которой постепенно увеличиваются. И икринка принимает вид своего рода многоклеточного полого внутри шарика – бластулы. Различают периоды ранние бластулы, когда бластомеры в анимальной области различимы, и поздние, когда отдельные бластомеры становятся неразличимы даже при увеличении. Икринки периода бластулы имеют характерный внешний вид и кажутся состоящими из беспорядочно прилегающих друг другу разноразмерных глыбок, из-за чего их легко принять за мертвые. У рыбовода в этой стадии получила название стадии малкоклеточного дробления. На самом деле, даже на этой стадии в распределении бластомеров есть определенная закономерность. В нижней части икринки у вегетативного полюса располагаются более крупные бластомеры, а по мере продвижения к анимальному полюсу их размер уменьшается. Чуть выше экватора икринки образуется область бластомеров промежуточного размера, так называемая краевая зона, с которой в дальнейшем начинается развитие зародыша. Образованием бластулы этап дробления оканчивается. Следующий этап гаструляция. Здесь у нас на слайде подробное описание, мы рекомендуем поставить воспроизведение на паузу и ознакомиться с ним. Ну а если в упрощенной форме, то на этапе гаструляции, в результате сложных перемещений клеточного материала, происходит своего рода пространственная компоновка для формирования будущего эмбриона. Состояние эмбриона в этот период называют гаструлой. Визуально процесс гаструляции проявляется в том, что на будущей спинной стороне зародыша, примерно на уровне экватора икринки, появляется темная полоска, на месте которой образуется узкая щель, первичный рост или бластопор, которая постепенно охватывает всю окружность, замыкаясь в кольцо. И далее более светлая верхняя часть увеличивается, а более темная нижняя уменьшается и приобретает вид темной пробки, так называемые стадии большой и малой желточной пробки. К моменту завершения гаструляции пробка сжимается в точку, и на поверхности икринки остается небольшая полоска. При этом зародыш вследствие изменения центра тяжести проворачивается внутри оболочек спинной стороной вверх, и на поверхности икринки можно наблюдать контуры будущего тела предлечинки. Следующий этап нейруляция. На этом этапе у зародыша постепенно формируются зачатки основных систем организма, нервной, пищеварительной, выделительной и кровеносной систем, а также хорда и мускулатура. Питание зародыша на этом этапе по-прежнему осуществляется за счет желтка, а дыхание всей поверхностью эмбриона. Преобразование эмбриона в этот период называют нейруляцией, а самого зародыша нейролой. Визуально зародыш все больше приобретает черты будущей рыбки. Становится хорошо различима голова и хвост. При небольшом увеличении у нормально развивающихся эмбрионов отчетливо видны почечные канальцы, как своего рода крылышки по бокам спинного отдела, и сердечная трубка, небольшой светлый вырост перед краем головы. Здесь мы представили немного увеличенный вид, чтобы показать, что контроль эмбриогенеза вполне доступен практикующим рыбоводам, и схематичные изображения, которые представлены в литературе, достаточно хорошо соответствуют тому, что видно на живой икринке. И заключительный этап развития – период от начала кровообращения до выклева. На этом этапе окончательно формируются и обособляются от желточного мешка все отделы тела. Особенно хорошо различимы голова и хвост. Хвост выпрямляется и растет, достигая последовательно сердца и головы. Начинаются мышечные сокращения, что проявляется в незначительных подергиваниях эмбриона внутри оболочек. Это очень важный этап, поскольку начиная с этого момента по положению края хвоста можно судить о том, насколько эмбрионы близки к выклеву. В зависимости от вида осетровых этот показатель немного различается. У севрюги, например, выклев начинается, когда край хвоста достигает границы слуховых пузырьков. Это примерно середина головы. У осетра и белуги, когда конец хвоста достигает петли, образованной почечными каналами, которые мы видели на предыдущем слайде. У стерляди к началу выклева хвост заходит еще дальше. К концу этапа двигательная активность возрастает. Эмбрион начинает совершать своего рода плавательные движения, которые обеспечивают перемешивание цитоплазмы, тем самым улучшая условия дыхания и способствуя равномерному распределению фермента вылупления. В свою очередь, такая активность вызывает существенное увеличение потребления кислорода и, соответственно, необходимость увеличения водообмена. Интенсивность подвижности эмбриона перед началом выклева является еще и сигнальным фактором соответствия норме условий среды. Если инкубация происходит в неблагоприятных условиях, например, при слишком высокой или низкой температуре, либо при недостатке кислорода, подвижность зародышей резко снижается. Под воздействием железовылупления крепость оболочки снижается неравномерно и когда в одном или двух местах она достигает критического предела, происходит разрушение части оболочки и выход наружу хвоста или реже головы зародыша. Далее, за счет движения хвоста, вне зависимости снаружи хвоста или внутри, зародыш полностью покидает оболочку икринки. Иногда среди выклюнувшихся предличинок можно наблюдать экземпляры, не полностью вышедшие из оболочки или, как их называют, рыбоводы-космонавтов. Появление таких предличинок может быть вызвано разными факторами. Если такие экземпляры встречаются единично, то причина, скорее всего, в неблагоприятных внешних факторах, в частности, недостатке кислорода, либо резком повышении температуры, приведшее к слишком раннему выклеву и, соответственно, недостаточному накоплению фермента, расщепляющего оболочку. Причиной массового появления космонавтов, вероятнее всего, является нарушение техники обесклеивания при использовании химических методов удаления греющего слоя, например, с помощью танина. В таком случае превышение дозировки или времени экспозиции может оказать дубящий эффект и существенно повысить прочность оболочки. Универсального способа решения проблемы не существует, но в качестве возможной меры можно увеличить водоподачу, чтобы обеспечить более активное перемещение икринок. Это также будет способствовать ускорению выделения фермента вылупления и более интенсивному растворению оболочек. Вылупление предличинок у осетровых происходит не единовременно и в зависимости от условий может продолжаться от нескольких часов до суток и более. Традиционно начало массового выклева считается появлением в инкубационном аппарате около 100 предличинок. После этого при оптимальных условиях инкубации число личинок начинает быстро увеличиваться. На слайде показана примерная продолжительность каждого этапа выклева. Существенное отличие от этих показателей может свидетельствовать о неблагоприятных условиях. Для прогнозирования продолжительности инкубации и времени начала выклева используют специальные графики, показывающие изменение длительности эмбрионального развития в зависимости от температуры воды для различных видов осетров. Эти графики можно найти в книгах Татьяны Александровны Детлов и другой профильной литературе. Для пользователей онлайн-курса они доступны в справочном приложении к интенсиву. Чтобы повысить интенсивность и дружность выклева, рекомендуется увеличить водообмен в инкубационном аппарате за 3-5 часов до прогнозируемого начала вылупления, чтобы тем самым обеспечить более активное перемещение иклинок в аппарате, поскольку такое механическое воздействие служит своего рода сигнальным фактором, ускоряющим выделение фермента вылупления и, соответственно, размягчение оболочек. Поведение предлечинок разных видов при выклеве также различается. В таблице на экране приведены поведенческие особенности предлечинок наиболее распространенных видов и те действия, которые можно совершить, чтобы повысить интенсивность выклева и выход предлечинок из инкубационного аппарата. На этом первая часть интенсива окончена. Подписчики нашего канала на платформе Boosty могут увидеть весь интенсив целиком. Им доступны следующие части, в которых подробно рассматриваются отличия живых и мертвых или аномально развивающихся икринок, алгоритмы мониторинга процесса инкубации, порядок периода подсчета доли развивающейся икры, заболевания икры и многое другое. Также подписчикам доступна возможность задавать вопросы в нашем телеграм-чате. Ссылка на наш канал есть в описании интенсива. Больше информации о наших интенсивах на сайте осетровод.ру Спасибо за внимание. Всем добра.